всем привет все вы знаете что осталось не так много времени менее пары недель до старта матча на первенство мира между я нам не помнящим и китайским шахматистом дином лежением и если про яну русскоязычные шахматисты знают намного больше меня видели его партии смотрели его матч с карлсоном то дин лежи менее известен именно русскоязычной публике хотя шахматист просто фантастически он играет абсолютно все дебюты то есть также как и магнус карлсон и вот одну из его побед мы с вами сейчас посмотрим эта партия и и прокомментировали многие шахматист она очень эффектная была сыграна в китайской премьер-лиге и ну вот все вы знаете что у меня сейчас проходят тренинги по защите немцовича и остался последний шестой этап тренинга и по счастливой случайности дин лежи здесь играет черными белыми играет гроссмейстер бай джинши рейтинг 2 585 здесь была разыграна защита немцовича и как раз вариант из шестого этапа тренинга кони в 3 вот после естественного хода рокировка у белых выбор в этой партии они сыграли слон g5 и пешка д4 под прицелом белый сыграли е3 cd ну понятно что теперь бить конем глупо потому что ферзь а5 и у белых подвисло на c3 грозит конь е4 это я молчу про ферзь бьет g5 случае еды мне я уверен на сто с лишним процентов что прежде чем сыграть d7 d5 получая позицию из атаки панова в защите каракан следует сыграть h6 и только на слон h4 сыграть d5 я всклеил файлик который будет в описании под видео партию между вуинь юнь и борисом абрамовичем гельфандом тоже свежую партию в 2018 года гельфанд очень так тоже неплохо победил здесь бай джин ши сыграл ферзь бьет d4 и после конь c6 чаще всего в этой позиции еще белые отходят ферзь f4 получая равный эншпиль то есть вот неважно сразу белые бьют на f6 это примерное равенство или как против александра горячкина сыграли вот слон сначала h4 и только на ладья е8 слон бьет f6 оценочка не поменялась окончание примерно равное я вклеил две партии ну в одной была логичная ничья между кириллом шевченко и польским шахматистом по фамилии драгун а в другой александра горячкина черными победила вот бай джин ши отошел ферзь d3 и после а6 тоже не стал бить на f6 аккуратно ушел слон h4 последовала d5 в этой позиции самый популярный ход ладья c1 укрепляющий коня c3 ну как самый популярный две партии по переписке 17 и 19 года обе завершились в ничью обе я вклеил и посылу скачивайте партию из ссылочки в описании бай джин ши сыграл ладья d1 этот ход по-человечески куда более логичен потому что напали на пешку d5 то есть просто пешка d5 висит но следует g5 конь е4 конь на е4 стоит великолепно бить на d5 нельзя потом два раза потому что висит на c3 с конем на е4 надо бороться и после конь d2 конь c5 ферзь c2 возникает первая критическая позиция подумайте как бы сыграли вы в этой позиции поставьте на паузу подумали и если вы сыграли d4 то я вас поздравляю вы угадали ход сильного китайского шахматиста но этого одного этого мало то есть сейчас я вам дам еще несколько возможностей для раздумий на коне в 3 вы естественно увидели что можно защитить пешку ходом е5 взятие на d4 мы естественно не опасаемся и планируем сыграть ферзь f6 слоны в 5 ну к примеру поэтому белым надо брать на е5 чем бить на мой взгляд ну и на взгляд компас которым я все это проверил точнее всего слон бьет е5 и вот эта позиция после ферзь f6 она примерно равная то есть ну понятно что идти на нее и белыми и черными и черными очень рискованно но белыми рискованно намного больше потому что пешку одну из двух лишних пешек белая теряют перевес черных в развитии два мощных слона черных совершенно точно обезопасят от поражения но белая взяли конь бьют е5 этот ход конечно более логичен снова поставьте партию на пол ролик на паузу подумайте найдите ход и только вот когда вы придумали смотрим что было дальше посчитать невозможно то есть до конца посчитать варианты невозможно можно только поверить что в этой позиции у черных отличная компенсация у белых две возможности например ладья d2 теперь если ладья d8 то кони в 3 и вот эта позиция оценивается компом как равная ну видно невооруженным глазом мощнейшую инициативу черных ладья h1 в игру пока не вошла черные хотят где-то коня на d3 метнуть f5 f4 начать охоту за слоном g3 тем не менее раз комп оценивает что это равенство скорее всего позиция держится впрочем у черных на ферзь бьет b2 есть еще возможность сыграть конь е4 и белые вынуждены отдавать ферзя за слона теперь после слон бьет f3 грозит ладья d1 мат теперь снова грозит ладья d1 мат снова грозит ладья d1 мат ну и вот эта позиция ну она наверное чуть поприятнее у белых потому что черным не так просто отыграть пешку c4 слон хочет выскочить через поле е5 начать борьбу с коньем c3 также он готов при случае метнуться на b8 об этом тоже забывать не надо в общем тут мне кажется у белых чуть-чуть поприятнее хотя позиция вот игра здесь будет на три результат а китайский гроссмистер не угадал игравший белыми не угадал что нужно здесь сделать и сыграл король е2 это выглядит удивительным но после ладья бьет d8 ферзь бьет b2 белых уже не спасти черные начинают охоту на белого короля и давайте мы с вами ей насладимся конь идет на c3 тут все естественно я вас даже не буду просить думать а вот здесь но тоже на король е1 последует конь е4 и слон f5 и белые под неизбежно потеряют ферзя либо получат мат поэтому король f3 причем потеряют ферзя я имею ввиду что черные останутся с материальным перевесом король f3 вот здесь я рекомендую вам чуть-чуть задуматься все поставьте на паузу посмотрите чуть дольше ролик чем он идет на самом деле если вы нашли ход ладья d4 я вас поздравляю посчитать это до конца невозможно видно только что в случае взятия черные отыгрывают тут ферзя и на их лошадок не напасть ввиду слон f5 то есть белый король находится под матовой атакой ну и а сами белые без фигуры уже вот это видно на h3 раз уж вы подняли ход ладья d4 вы конечно найдете h5 с угрозой g2 g5 g4 и потом после разменов слон бьет g4 мат hg g4 слон g4 не спасает ход е4 черные просто бьют ладьей и начинают охоту за слоном g3 совмещая ее с охотой на короля то есть на король d3 последует f4 и слон потом еще и на f5 выскочит а на король f3 конь d4 конь c2 коня спасли и после и угрожаем пойти ладья d8 f4 и в общем ну вообще на ладья d8 можно остановиться там потом масса других интересных продолжений появится белые отошли слон h2 следующий ход очевиден g4 король g3 и здесь снова я рекомендую вам подумать напрашивается конь бьет е5 ну там ед и что дальше то есть ладья то уже висит вы конечно найдете что раз ладью нельзя было бить на d4 из-за вилки то после ладья d2 ее тоже невозможно взять ферз b3 и продолжаем мотовать король не может глубокому сожалению белых выскочить на f4 потому что после ладья бьет f2 белых мотуют поэтому ему приходится идти в угол но мы естественно продолжаем слон е7 и вот в этот момент досчитать досюда конечно можно было при желании когда мы жертвовали ферзя но не обязательно то есть у китайцев фантастическое чувство короля то есть лучше пожалуй в современных шахматах только у шахрияром и медьярова вот чувство короля и вражеского короля я имею ввиду что мы его заматуем обязательно вот это чувство что можем выгнать и у нас хватит силенок для того чтобы заматовать мы видим что у черных две фигуры все еще не вступали в бой а белый король уже впереди всего войска своего конечно это позволит вам сейчас поставить на паузу задуматься и поднять ход все вы уже решили ребус король же 7 ладья идет на h8 с решающим эффектом спасения нет справедливости ради после слоны в 4 черные сыграли слоны в 5 а железка говорит что ладья бьет f2 вполне достаточно то есть ладья подключается к матовой атаке слон теперь не может выскочить на h6 и все заканчивается если же белая стартует с хода слона h6 теперь нельзя бить коня на c6 из-за конь g3 мат то есть надо связывать коня е4 и белые получают вот такой симпатичный мат китаец сыграл более человеческим образом он продолжил развитие закончил развитие слоны в 5 грозит ладья h8 мат после слона h6 король сбежал теперь если взять на f7 то белый король бегает по всей доске а фигуры белых стремительно тают то есть сейчас слон на е2 потеряется и кучу пешек черные могут слопать совершенно беспрепятственно и скорее всего и ферзяне тоже съедятся какую-нибудь одну две легкие фигуры но можно вместо слон g6 и ладья h8 сыграть и это тоже позволяет очень быстро справиться с белым королем то есть обратите внимание у белых спят ладья h1 и слон f1 две ладьи и два слона создали сплели матовую сеть защититься от которой можно только отдачи ферзя за слона ну и белые останутся без ладьи и под матовой атакой все равно белые сыграли ферзь бьет b7 ну и черные съели на f2 угрожая ни много ни мало вот таким матом в один ход конь g3 если уничтожить слона на е7 вроде бы у белых вот материальное равенство на доске но ведущий атаку черный король ой белый король увы гибнет слон g5 сбежать королем невозможно слон на h4 под боем на слон g5 черные даже не бьют на h1 они ходят ладья g8 и теперь когда хода слона h6 шаг нету король g7 с неизбежным ладья h8 ведет к быстрому мату ну в общем белые сыграли слон g5 а черные естественно скромно переставили ладью в другой угол угрожает король g7 мат защита ну выглядит очень логично и конь бьет f7 ну а здесь вы конечно задумаетесь и решите задачку на тему мат в несколько ходов форсированный мат раз форсированный начинаем с шаха с шахов слон g6 король бьет g4 и конь f7 нам мешает мы даем шах на e5 шах на f5 и король g7 чем нам ну белые после конь e5 шах сдались а я вам покажу по какой причине брать надо и теперь конь не контролирует поле h6 поэтому мы ходим король g7 и ладья бьет h6 мат совершенно великолепная победа китайского шахматиста спасибо за внимание до конца надежды я как м у с м д